Всем-всем доброго утра! Это рубрика «Наши питомцы» и наша съемочная группа присутствуют на дне рождения, но не простом, а дне рождения клуба любителей собак. Ему исполнилось 5 лет. Он объединяет несколько сотен семей и 60 пород собак, среди которых чемпионы российских и международных выставок. А накануне клуб зарегистрировал 850-го щенка – показатели, которыми можно гордиться. Однако для самих именинников ценно не это, а чувства, которых объединяют любовь и нежность к своим питомцам. Я вообще решила, что это будет пушка. Меня семья моя переубеждала два года. И в итоге у нас сначала появилась немецкая овчарка, ну, затем появился ньоркшевский дерьер, ну, а потом уже два вот таких белоснежных чуда. Вегасу два года. Он мальтез. Это одна из самых древних декоративных пород. Достойный уход за ним требует времени, сил и денег. На взгляд обывателя одни убытки. Так что же люди получают взамен? Они сплачивают семью. Все как-то вокруг них и появляются общие интересы. Поэтому ту любовь, которую они дарят, конечно, несравнима с теми затратами и все, что связано с заботами о них. Многие собаки выполняют благотворительную работу. Они врачи-канистерапевты. Дарят детям с ограниченными возможностями здоровья положительные эмоции. Обогащают их мир новыми ощущениями. Мбаки и Эдельвейс – африканские басенджи. В Мурманске пока редкость. Эта порода уникальна тем, что не лает. Они очень интересно все равно разговаривают с нами. Издают разные звуки. Они поют песенки, умеют кукарекать, мяукать. Иногда мне соседи спрашивают, у вас кошечка дома завелась? Я говорю, нет, у меня собачка так красиво поет. Любознательные помогают хозяевам вести активный образ жизни. Аккуратны, обожают детей. Члены наши семьи. Я даже не представляю, как бы мы жили, если бы их не было. Выставочная и племенная деятельности клуба – важные, но не самые главные. Приоритет – дрессура и социализация животных, живущих в условиях города. И эта работа проводится не только с породистыми собаками, но и с теми, чур дословно, определить невозможно. У нас есть и собаки, которые метисы, просто дворняжки, просто любимцы. Более того, мы помогаем в дрессировке таких собак и их социализации, потому что социализация именно таких собак более сложная. Ведь щенок, который появился в доме, он ориентирован на человека. Потому что первое, что он почувствовал, это тепло рук человеческих. Собачка, которая родилась на улице, этого тепла не ощутила. И гораздо больше стоит усилий, какое-то доверие к человеку воспитать именно у таких любимцев. Собака помогает человеку лучше понимать законы природы. Она пробуждает в нас искренность, потому что лгать, глядя в доверчивые глаза, стыдно. Собака помогает человеку быть настоящим. Смотрите наше утром, любите животных, и пусть ваши питомцы приносят вам радость. Спасибо.